Повышение цены на сахар может привести к большому всплеску недовольства. Депутат Мажлиса Каратаев представил запрос, в котором поднял проблему подорожания социально значимых продовольственных товаров, в частности сахара. Депутат отметил, что социально значимые товары за год подорожали на 19,9%, а сахар на 61%. Цены на сахар колеблется в пределах 600-900 тенге за килограмм. К тому же его можно найти не в любом магазине. А министр султанов в кулуарах Камбина признался, что сахар будет дорожать, потому что это импорт. Напомним, с чего все начиналось. Российские власти заявили о запрете экспорта сахара из страны на полгода из-за санкций. В Казахстане, который импортирует сахар в том числе из России, власти поспешили успокоить население. Прозвучало заявление Министерства торговли о том, что в республике есть запасы сахара на три месяца. Почти сразу сахар стал самым востребованным продуктом по всей стране. А продавцы начали ограничивать продажу товара в одни руки. Люди расхватывали сахар с полок, едва продавцы успевали его выложить. В нескольких гипермаркетах сахар в какой-то момент вообще закончился. Товароведы супермаркетов признались, что никогда прежде сахар не пользовался такой бешеной популярностью. Сахарный вопрос, который появился четыре месяца назад, до сих пор среди населения вызывает ажиотаж. Потому что последствием этой ситуации стало закрытие крупных, не говоря уже о малых кондитерских предприятий, производящих продукцию с использованием сахара. Лес рубят, щепки летят. Дальнейшее повышение цены на социально значимый продукт питания может привести к большому всплеску недовольства среди населения. Проблема требует неотложного решения, с учетом того, что потребности республики в сахаре в среднем составляют 600 тысяч тонн. И только 10% сахара производится из нашего сырья. Остальное зависит от импорта. Оказывается, местные заводы не загружены даже наполовину. А все из-за того, что не все из них могут перерабатывать сахарную свеклу, которую к тому же не хватает. А тростник, из которого тоже делают сахар, приходится покупать за границей. К слову, доля местного производства свекловичного сахара во внутреннем потреблении есть. Правда, она составляет по разным данным от 3 до 7%. Все остальное это либо прямой импорт, либо переработка импортируемого сырья. Отсюда и непосредственно зависимость от цен на международной бирже. Если Казахстан не нарастит объемы производства действительно своего, а не импортируемого сахара, он таки будет сидеть на игле зависимости. И тогда, по большому счету, не важно, кто будет диктовать условия. Лондонская биржа или чата Олигополя. Ведь в конечном итоге переплачивать будут не толстосумы, построившие сахарный бизнес, а конечные потребители. Но по многим ценам, где есть импортозависимость, например, сахар, здесь хочешь не хочешь, но цена будет подниматься. Потому что дирижевая цена во всем мире растет. Наличие сахара в запасах у тех стран, основных производителей, тоже растет. И поскольку один из основных наших поставщиков в России ограничила поставку, то, конечно же, это будет влиять, поскольку логистика сегодня тоже во всем мире растет. Сам доллар растет, само евро растет. Министр торговли Бахат Султанов заявлял, что основная причина изменения цен на рынке сахара – изменение логистики. 70% производства сахара импортируется, из них 90% – импорт из России. Так сложилось, потому что кубанский сахар имеет меньшую цену, чем наши заводы могут производить из привозного сахарного тростника, пояснял глава ведомства. Цена будет зависеть, хотим мы или не хотим от мировых цен на сырье. Сахарный тростник, заявлял Султанов. Он уточнил, что 70% сахара Казахстан производит из импортного сырья. Бауржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.